Братья и сестры, имея такую возможность сегодня быть вместе в Доме Божьем, откроем книгу Библию, первую книгу бытия, книга Моисея, голова шестая, прочитаем один стих, это восьмой. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Второе место послушаем это Евангелие от Матфея, 24 глава, несколько текстов, 37 стих и ниже. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп, и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Братья и сестры, послание к римлянам, 5 глава, читаем 20 стих и 21. Вторую часть 20 текста, 5 главы, послание к римлянам. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, чтобы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим». Братья и сестры, это реальная картина сегодня нашей жизни и нашей ответственности с вами. Чтобы мы были исполнены всем тем, чем необходимо заполнить нашу жизнь. И для этого именно апостол Павел трудился в церквах новозаветних, насаждал веру живую, потому что он готовил людей, чтобы они могли непорочными предстать пред Богом. Брат передо мной только сейчас говорил о верующих людях, о трех категориях людей, с которыми нас знакомит Священное Писание. И никто из нас мог не предполагать, что там, где человек поклоняется Богу, может дьявол раскинуть свою сеть и поймать в эти сети и погубить. Именно там, где поклонялся Каин Богу, он был пойман и уловлен. Священное Писание очень серьезно предупреждает нас. Посмотрите, первое послание Коринфянам, 10 глава, 12 стих. «А поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». На этом пути существует опасность, и эта опасность существовала всегда. И нам нужно быть укрепленными. Братья и сестры, мы с вами прочитали вот историю человека, который был 10-й в поколении от Адама. Это Ной, проповедник правды. И мы с вами говорили о том, что в это время охватывает чуть многим 1565 лет. И за это время человечество настолько продвинулось в регрессии, что Господь увидел состояние человеков и говорит «Конец пришел пред лицом Моим». Посмотрите, как написано в 5 стихе. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». До него слудился его прадед, Енох, седьмой от Адама. Енох выполнял свое служение 300 лет. Это был сильный проповедник, о котором Священное Писание говорит, и сегодня брат читал из послания к Иуды. Написано, «Он вещал, обличал, увещевал своих соотечественников, и его жизнь, она была угодной, примерной Богу, и Бог его переселил так, что он не увидел смерти». Это сегодня пример для нас. Мы ожидаем сегодня с вами восхищения церкви. Мы ждем этого дня, но Писание опять же предупреждает нас, только бы нам одетыми не оказаться ногами. Нам нужно заботиться о своей одежде. Нам нужно внимательно обращать на то, что мы слышим. И мы с вами прочитали несколько текстов, братья и сестры. «Как было водниное, так будет и в пришествии Сына Человеческого, потому что когда Он придет, эта цель Его прихода будет двоякая, для ожидающих Его во спасение, а для непокоряющимся благовествованию огонь». И об этом огне очень много пророческого слова в Ветхом Завете и в Новом Завете, начиная от Иоанна Крестителя и кончая учением нашего Господа Иисуса Христа и Его апостолов. Вот, братья и сестры, как важно нам быть слышателем, который внимательно слушает и притворяет это в своей жизни. Братья и сестры, мы с вами познакомились о том, что люди были лишены рая. Я думаю, что это было очень контрастное переживание, которое постигло их. Написано, Бог поставил Херувима с мечом пламенным, чтобы преградить путь к дереву жизни для грешного человека. И Адаму сказано было, в поте лица будешь трудиться и добывать хлеб свой, и будешь делать это столько, пока не умрешь, потому что ты прах. И они возлагали всю свою надежду на тех, которых они рождали. И помните, как они смотрели на свои труды, они видели безысходность и трудность своего обитания и говорят, Ной, он принесет нам успокоение. Действительно, Ной и был таким вестником, но только не в том плане, в котором они ожидали. И мы с вами уже размышляли в прошлый раз, что, несмотря на то, что люди его времени, они тоже жили, они тоже что-то делали, но только Бог совершенно смотрел по-разному на то, что они делают и то, что делают праведные Божьи люди, такие, как Енох, такие, как Ной, братья и сестры. Посмотрите, как здесь написано, велико было развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. А вот посмотрите, новозаветный описание этого состояния, это послание к эфесянам, мы с вами читаем, посмотрите, как написано об этом положении людей во времена апостола Павла, живших. Посмотрите, 17 стих 4 главы мы читаем, «Поэтому я говорю и заклинаю вас Господом, чтобы вы больше не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества, ожесточения сердца их». Смотрите, дальше что? «Они, дая до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Но мы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека истлевающего в обольстительных похотях. Братья и сестры, для нас сегодня предложен путь освящения, богоподобной жизни. И поэтому, когда мы смотрим с вами, братья, Господь вышел, не только дал цель Ною, что он должен будет идти к этой цели, и он должен будет вести своих родных, жену, детей, братьев, сестер, вести к этой цели. И не только о своих родных должен был позаботиться Ною, но даже о скоте. Интересно, что на страницах Священного Писания написано, что нечестивый, беззаконный человек не брежет о скоте, а Бог заботился и переживал об этом. Как это напоминает нам, братья и сестры, вот то состояние, когда пророк Божий горевал около Неневии, и Господь ему говорит, мне ли не пожалеть этого города Великого, где 120 тысяч детей, немогущих отличить правой руки от левой, и множество скота. Братья и сестры, Бог наш намного шире в своих переживаниях и ближе к нам, чем мы себе думаем. Посмотрите, как Он вразумлял своего нерадивого пророка. И вот здесь мы с вами прочитали о том, что Господь смотрит на состояние людей. Оно развращено. Братья и сестры, посмотрите, какая картина здесь предстает перед нами. 11 стих. Земля расстрилась пред лицом Божьим, наполнилась земля злодеяниями, и возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. 13 стих. И сказал Бог «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и я истреблю их земли». Братья и сестры, это грустная картина, но мы сегодня видим, как человечество гигантскими шагами устремляется к погибели своей. И у нас есть тоже ответственность в это страшное время не быть вместе с массой, с этим стадом, а остановиться, потому что мы имеем с вами вернейшее пророческое слово, и поэтому мы сегодня смотрим на жизнь Божьего человека, Ноя. Братья и сестры, мы с вами прочитали эту картину, как Павел сколлапсировал это в этих коротких словах, но когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Братья и сестры, это первое слово на страницах Писания, которое должен был в своей жизни пережить этот Божий избранник, а мы сегодня живем ей, мы сегодня совершаем служение благодаря этой благодати. Всякий раз, когда мы уходим из дома молитвы, мы слышим слова, которые произносят пресвитеры нашей церкви, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца да пребудут с вами. Аминь. Братья и сестры, эта благодать была пережита им. Что это за состояние? Его никто из живущих людей не может заслужить. Никакой человек с хорошей даже самой наследственностью он не может стать обладателем этого, потому что мы с вами прочитали, Бог смотрит на землю, Бог видит людей, Бог видит сердца их, Бог видит о том, что они неспокойны даже тогда, когда должно бы отдохнуть ночью, но они бродят в мыслях злых и нечестивых. И Господь сказал, истреблю человека с лица земли. Но заметьте, в сострадании и любви Божьей, потому что благодать это настолько широкий спектр, братья и сестры, он включает в себя очень многое, от широкого до очень узкого понимания. И когда мы будем с вами изучать страницы Священного Писания, просто прочитывать, мы можем поражаться милости Божьей к падшим грешным человеческим существам. Братья и сестры, когда стал умножаться грех среди живущих на земле, тогда стала преизобиловать благодать Божия. Братья и сестры, благодать это Божия реакция на грех человеческий, чтобы изменить ситуацию, потому что он Бог милостивый, он Бог сострадательный, и поэтому мы с вами читаем, Ной обрел, Ной же обрел благодать предачами Господа. Именно в самое отчаянное и мрачное состояние живущих на земле людей, когда они, забыв Бога, шли каждый своим путем, Бог обратил свое внимание на него. Написано, Ной обрел свою благодать. Вы знаете, сегодня мир живет только потому, что есть благодать, всеобщая благодать. Мир жил до Ноя, это потому, что Бог являл свою благодать всеобщую для всех людей. Вы вспомните заповедь, которую Господь первым людям сказал, не ешь от этого дерева, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Адам вкусил, Ева вкусила, они стали грешны, умирая, умрешь, вердикт был сказан им. Почему они жили? Это была благодать. Бог хранил их. Братья и сестры, когда мы с вами читаем книгу Деяния Святых Апостолов, 14 главу, Бог благотворит живущим на земле и злым, и добрым. И это опять благодать, но только общая благодать. Это Бог, определяет для людей свое положение, братьевы и сестры. И поэтому, когда мы смотрим, что заслуг собственных не было, мы еще поговорим об этом, посмотрите. Интересно, что в современном переводе, новый русский перевод, он говорит об этом только один человек на земле стал угоден Господу. Бог обратил на него внимание и явил ему свою милость, потому что второе слово благодать это милость Господня. Поэтому, братья мои сестры, Ной же обрел благодать пред лицом Господа. Отсюда мы можем прямо смотреть на этот текст. Благодать исходит только от Бога. Братья и сестры, благодать это отклик Бога на нужду грешного человека. Интересно, еще одна особенность, благодать это неотъемлемое качество в атрибутах Бога, живого истинного Бога. Братья и сестры, посмотрите, как мы с вами читаем послание к Титу, апостол Павел пишет 2.11 «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке». Вот для чего Бог являет свою благодать нам, чтобы, пережив ее действия в своей жизни, мы бы стали проводниками для тех, кто находится во мраке. Вы помните, Павел апостол был ослеплен грехом, он думал, что на этом пути документы, которые он выпросил у членов Синедриона, верховных руководителей своего народа, это были документы, но это оказалось не что иное, как из бездны, дьявольские документы, подделка, и он шел, думая, что он этим угождает Богу. Но когда Господь открыл его глаза, то теперь он пошел для кого? Для других людей, чтобы открывать их глаза на истину Божию, на Иисуса Христа. Вот какая цель для нас. Посмотрите, у Бога цель для нас жить праведно, целомудренно, благочестиво в нынешнем веке. Посмотрите сегодня, к чему устремляется мир. Посмотрите, как эти пороки сегодня бушуют, как волны в океане. Но для нас сегодня остается номинанта. Вот она, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно жить в благочестивом в нынешнем веке, братья и сестры. Еще одна особенность четвертая, это не от наших заслуг, благодать Божию мы переживаем, и не от наших достоинств. Посмотрите, как здесь написано, Ефесянам 2, 7, 9, дабы явить в грядущих веках призабильное богатство благодати его в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился. Это дар благодати, и мы его не заслуживаем, как не заслуживал его иной, когда он жил в такое время отчаянно, когда люди шли в погибель, и только Господь являет ему эту спасительную благодать. Братья мои сестры, посмотрите, сегодня Писание предписывает нам характер нашей с вами жизни. Это именно то, что было в жизни этого праведного человека. Ефесянам 4, 16. Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить помощь благодать, для благовременной помощи, братья и сестры. Это сегодня Слово Господне призывает нас к этому, братья и сестры. Когда мы смотрим сегодня на все эти моменты жизни, то мы должны очень внимательно обратиться, чтобы Господь благословлял нас, братья и сестры. Братья дорогие, второй момент жизни, мы с вами читаем, что в это страшное время, когда люди извратили свое хождение пред лицом Господним, Библия представляет нам житие Ноя. Вот житие Ноя. Ной ходил пред Богом. Братья и сестры, и мы с вами смотрим на это состояние, что это его образ жизни. Общее состояние не поглотило его. Братья и сестры, я не только удивляюсь состоянию Ноя сегодня, хотя он достоин восхищения, я сегодня смотрю и хотел бы с вами поделиться в другую сторону посмотреть, как Бог мог хранить его в такое страшное время, но Бог его сохранил, и не только его сохранил, но и сохранил то, что у него было, но и даже женился не сразу в 65 лет, но и родил трех сыновей, Сима, Хама и Афета, но и имел попечение о своих детях, но и не бросил все на самотек. Братья и сестры, он благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего. И в этом для нас сегодня потрясающий пример. Братья и сестры, посмотрите, мы тоже сегодня с вами живем и ожидаем пришествия Дня Господнего. Посмотрите, что для нас составляет книга Священного Писания. Пожалуйста, откройте вместе со мной книгу Откровения, 22 глава, мы читаем с вами с 11 стиха. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще и святой, да освящается еще. Это как раз ответ сегодня на нашу нужду с вами. Богу не безразлично состояние наших семей и наших устремлений, и Он говорит, продолжай пребывать в этом, братья и сестры. Послание к филипийцам, 1 глава, 29 стих, апостол пишет такие слова, только живите достойно благовествования Христова. Это маленькая церковь, в которую пришел служитель Божий, и Он им оставляет это желание живите достойно благовествования. Мы с вами видели, как может жизнь перевернуться и человек потерять все свое достоинство, и Павел заботится о филипийских верующих. Живите достойно благовествования, чтобы, если я увижу вас или не увижу, слышать мне, что вы живете достойно. Это сегодня для нас мотивация, братья и сестры, чтобы мы могли так проживать жизнь свою. А вот посмотрите, посмотрите, как жили люди перед пришествием нашего Господа и Спасителя. Это мы смотрим книга пророка Малахии. «Когда была тишина четыреста с лишним лет». Посмотрите, как написано. Вот что люди говорили, третья глава с 14 стиха. «Вы говорите тщетно служение Богу, что пользуясь, что мы соблюдаем постановление Его и ходим в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И вот сегодня мы считаем надменных, счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Господа говорят друг другу, внимает Господь, слышит это, пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. «И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день, когда я соделую и буду миловать их, как милует человек Сына Своего служащего Ему», тогда снова увидите разницу между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Братья и сестры, если сегодня мы имеем образец служения, нам нужно быть верным в этом служении, именно верным был, 120 лет ходил с Богом в отчаянное время мрака и тьмы праведной Ной. Посмотрите, Писание говорит, тогда вы увидите разницу между служащим Богу и нечестивым человеком. Посмотрите, как здесь дальше написано, 4 глава, «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут попалены, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не останется у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговейший, пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Братья, мои сестры, у нас есть воздаяние, мы ожидаем этого дня посещения, но только Писание говорит, чтобы мы могли в этом оказываться, оказывать всякое постоянство, не от случая к случаю, а постоянством в добром деле. Бог обещал жизнь вечную и награду. Братья, сестры, еще один момент, на который мне хотелось обратить внимание, братья, сестры, здесь написано 8 и 9 стихи в этой главе, смотрите, как здесь написано, «Вот же Теоное, Ной был человек праведный, непорочный вроде своем, Ной ходил пред Богом». Братья и сестры, здесь есть еще одна особенность, которая встречается впервые, это праведный человек. Братья, сестры, посмотрите, когда мы с вами читаем третью главу послания к римлянам, мы с вами читаем такие слова здесь, 10 стих, написано, «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного». Братья и сестры, это Бог смотрит на людей, это Павел Апостол цитирует это состояние людей, которых он видит через призму Священного Писания, нет праведного ни одного. и мы можем сегодня вот чисто смотреть на то, что было перед Ноем во времена, когда он жил, мы тоже находим о том, что этого нету. Господь видит, что всякое плоть извратило свое хождение, до одного негодный. Братья и сестры, но мы с вами читаем, Ной же был человек праведный и непорочный в роде своем. Почему сегодня праведность нам так важна в жизни? Почему нам необходимо в нее одеться? Почему Бог сегодня со страниц Священного Писания вещает нам об этом? Потому что, братья и сестры, опять же, существует опасность. Посмотрите, Господь наш говорит, Евангелие от Матфея 5.20, если праведность ваша, не произойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. И если мы видим такое катастрофическое понимание живущих на земле людей, как он мог стать первым человеком праведным пред Богом? Братья и сестры, мы с вами читаем, для этого он имел веру. Помните, мы с вами читали 11 главу 8 стих, верую Ной благоговее приготовил ковчег для спасения дома своего и своей верой он осудил весь мир тогдашний. Братья и сестры, это намного серьезно сегодня. Вера, которую он имел, она его привела к правильным отношениям с Богом. именно праведность, она регулирует наше отношение пред Богом. Пройдет время, Ной был десятым, и десятым будет после Сима, это Авраам, десятый в поколении своем, и он первым поверит Богу на слово, и когда Авраам поверил Богу, который ему сказал, что столько у тебя будет сынов, то написано, Бог это вменил ему в праведность. И поэтому, когда мы смотрим сегодня на Ноя, братья и сестры, мы с вами читаем, Ной был человеком праведным пред Богом. Поэтому, когда мы смотрим сегодня на это, прежде всего, первое, праведность Ноя, это был дар Божий, дар Божий в ответ на его веру. Братья и сестры, именно точно так мы с вами прочитаем на страницах Священного Писания, и Господь будет свидетельствовать о других праведных мужах. Братья и сестры, есть еще одна особенность, когда мы говорим о праведности. Праведность не представляет нам само состояние человека, но это то, что Бог делает с человеком в ответ на его веру. Вы знаете, когда хирург касается нашей плоти, и делает какую-то свою операцию в нашей плоти, ненужной ткани, отжившей, омертвевшей ткани, он вырезает и очищает наш организм, но Бог делает нас праведными тогда, когда он видит в нас веру, и поэтому эта вера, она делает нас участниками переживаний этого, братья и сестры. Посмотрите, третья особенность оправдания, это юридический акт Бога, где он объявляет на основании праведности Иисуса Христа, что все требования в отношении грешника удовлетворены. Вы помните, восьмая глава, последние стихи, там написано, кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Подумайте, братья и сестры, я иногда могу думать о себе очень негативно. Допускаю, что вы можете думать о мне и совершенно основательно, считая, что что-то есть в моей жизни, но независимо от того, что вы думаете или думают окружающие люди, братья и сестры, важно то, что говорит о мне Бог. Кто будет обвинять избранных Божиих, Бог оправдывает их. Посмотрите, ради того, чтобы это стало моим достоянием, он сына своего не пощадил. Ради всех нас. Подумайте, ради всех нас. Вот мы все разные здесь, молодые, старые, красивые и не очень. Братья и сестры, у нас разное образование, у нас разный опыт, но написано, он не пощадил ради всех нас сына своего. Для чего? Чтобы только подарить нам праведность, чтобы мы стали такими. Посмотрите, ибо незнавшего греха, 2 Коринфянам 5, 21, он сделал за нас грехом, чтобы мы соделались праведными пред Богом. Вот какие интересные особенности в жизни, братья мои и сестры. Интересно еще одна особенность, пятый аспект, праведности происходит раз и навсегда. К этому вопросу Бог уже не возвращается, Он оправдал нас от грехов наших. И об этом Библия говорит, братья и сестры, вы помните, апостол Павел пишет, стремлюсь иметь праведность, не та, которая от закона, но с праведностью по вере во Христа. для этого я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Господа, чтобы облечься в Его праведность. Это удивительное состояние, братья мои и сестры, и поэтому да поможет нам Господь в этой жизни хранить себя, братья и сестры. Еще один момент, мы на него посмотрим, но и был человек непорочный, это одно из сказочек, братья и сестры, непорочный, оно относится к нашему предстоянию среди окружающих нас людей. Праведность регулирует наше отношение с Богом, святым и праведным Богом, братья и сестры, а непорочность, она относится к нашим взаимоотношениям с окружающими людьми, братья и сестры. Пусть Господь поможет и благословит, что каждому из нас, когда мы имеем свою жизнь здесь на земле, чтобы мы помнили о том, что мы уже не себе принадлежим, но живем для Господа, живем так, чтобы люди видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Вот какая перспектива открывается для нас, братья и сестры, и Он так жил, и Бог Его благословлял, и наша жизнь, сегодня Твоя жизнь может стать точно такой же. Пусть Ему будет слава. Аминь. Помолимся Богу.